Всем привет! Вы спросите, сложно ли мне было все это сделать? Я вам скажу, да, это один из самых непростых мукбангов. Здесь у нас сырники, блинчики, и это тоже сырники, но они получились большими, я из них сделала как бы панкейки. Ну что, давайте начинать. Кто не подписан на мой телеграм, подписывайтесь, там я без макияжа, самое что на есть настоящее. Ой, если честно, я волнуюсь, я волнуюсь. Давайте попробуем просто сгущеночку пока. Я очень голодная. Время сейчас дня. Все утро готовила, девчонки и мальчики, для вас. Ну что, начинаем. Вы очень просили сырники, поэтому я думаю, что имеет смысл и начать нам с сырников. О чем я хотела с вами сегодня поговорить. Давайте сейчас я попробую. Смотрите, такой вот сырничек. Делала сама из творожка. Блин. Где-то забыла телефон. Ребят, рассказываю предысторию. У меня есть подписчица Жака. Она мне постоянно пишет комментарии. Спасибо, Жак, тебе большое за такое внимание. И вот направила, короче говоря, мне на список вопросов. Мне показались неинтересными. Поэтому давайте обсудим. Короче, первый вопрос по поводу одиночества. И знаете, для меня одиночество это такая тема... Я раскрою. Что мне скажу? Я обожаю сгущенку. Очень вкусно. Знаете, можно было бы одну сгущенку и поесть. Так, по поводу одиночества. Для меня одиночество не просто слово, так скажем. Вы знаете, самое большое чувство одиночества я испытывала в подростковом возрасте. Ну, наверное, многие люди, да, это испытывают. Потому что ты когда-то подросток, у тебя, знаете, все обострено. Ой, ребята, сейчас... У тебя все чувства на пределе. И вот в подростковом возрасте мне было очень одиноко. Знаете, когда я была подростком, и у меня как-то не было, знаете, у меня как бы... Ну, были друзья со школы. Таких прям друзей не было. Ну... У меня не было прям таких, знаете, близких-близких друзей. В подростковом возрасте, ну, такой непонятный. У меня вот были подружки в школе. Ну, вот так, чтобы прямо... Мы постоянно друг уходили в гости. Мы ходили, но... Знаете, тут у меня не было, допустим, как... ровесницы, типа как сестры, чтобы мы могли прям вместе быть. А у меня была такая потребность. Я выходила одна, просто гуляла по городу. Я выходила вечером, ну, в надежде с кем-то познакомиться, именно найти себе друзей, какую-то веселую компанию. Вот так вот я, короче, одна гуляла. Это было, естественно, ну, так. То есть я гуляла, и... Мне было и скучно, и одиноко. Вот. Ну, у меня в школе были друзья, понятное дело. Но вот именно такой близости, помимо школы, ее не хватало. Вот. Сейчас же все наоборот. Я люблю очень проводить время одна. Так, скальзывай. Давайте вот этот возьмем, нижний. Я очень люблю проводить время одна. Вы знаете, тут даже вот сейчас, с возрастом, я больше люблю проводить время одна, чем в компаниях. Потому что... Когда я в компаниях, все весело, да? Там, выселяемся, выпиваем, не знаю, общаемся. Но после этого я как будто бы ощущаю, что, ну, не знаю, там ветер был потерян зря. Еще, возможно, на следующее утро ты просыпаешься за головной болью, да? за вина. Поэтому мне нравится быть одной сейчас. Я... Мы, естественно, проводим много времени с мужем, но... Вы знаете, когда ты в отношениях, твой партнер, он не воспринимается, как другой человек. Это как будто бы ты сам, ну, вот как бы это, как будто... Вы знаете, говорят, половинки? И вот многие такие говорят, вот, не надо какие-то половинки. А по факту, ребят, это бы такое состояние. Ты с другим человеком как будто не делим. Пьем чаек. Поэтому я реально домосед. Меня сложно вытащить куда-то сходить. Иногда, знаете, бывает настроение. Прям ты такой эхе-хей. Да. Бывает. Но чаще всего люблю дома побыть. Поэтому сейчас одиночество я воспринимаю как возможность снять мукбанг, да, помонтировать, посидеть, позаниматься, допустим, тем же самым дизайном. Поэтому в этом нет ничего страшного быть одному. Наоборот, используйте это как ресурс. Не делайте такой большой акцент, на других людях, не будьте так зависимы от других людей. Ну, знаете, я еще так говорю, но на самом деле я к этим выводам пришла тоже не сразу. Ну, это вот с ходом времени. Ребят, сырник, сметана и варенье. У нас сегодня прям такой, знаете, идеальный завтрак. Это завтрак в отеле, да? Вот мы сегодня с вами в Турции, допустим. Кто просил сырники, ставьте лайк, ребята, это для вас. Знаете, я сгущенку помню в детстве. Мы покупали сгущенку, я ее пробовала, ну, там, не знаю, с блинчиком поела, но я стеснялась съесть всю банку. Короче, все, все с кухни уходили, там убирались, сгущенку в холодильник ставили, и я потом тихонько-тихонько за этой сгущенкой там ее пальцами выгребала. Такой ребенок был, а я с детства любила есть. Про одиночество, надеюсь, ответила. Не бойтесь, одиночество, это нормально. И нужно воспринимать это как благо, что окей, есть друзья, да, но нужно учиться быть одному. Вот, и также в отношениях. Не нужно всегда, знаете, вешаться на партнера, что ой, че ты, как ты. Он, все-таки у него тоже своя жизнь. У вас ваша совместная жизнь, и также у каждого есть свое личное пространство, личная жизнь. Как я относишься к феминизму, девчонки, к феминизму отношусь супер классно. Я за феминизм. Такое очень долгое время у женщин не было никаких прав. Ну, знаете, женщины были немного как вот скот, как животное. Сложилась ли твоя жизнь? Как ты представляла? Ну, на этот вопрос я смогу ответить намного позже, пока не знаю. Вроде нормально все. были ли патрульки, которые сильно обидели, и ты до сих пор это не забыла? Нет, на самом деле у меня вот таких прям драм с подругами не было. Может быть, я кого-то обидела, знаете, потому что я такая, я дома посидеть. Типа, девчонки, я никуда не пойду. Есть у тебя, друзья, парни? Нет, к сожалению, или к счастью? Ну, просто нет. Как ты представляешь 30 лет? Не знаю, мне 30 лет, мне уже скоро будет 27, девочки, а через там 3 года мне будет 30. Короче, я представляю ничего особенного, я не представляю. Все будет точно так же, я думаю. Многие женщины думают, что жизнь совсем не такая, как они себе представляли ее, вот когда мне будет там 30 или 25. Слушайте, на самом деле, да, конечно, я в детстве тоже представляла себе, я думала, вот мне будет 20 лет, и я уже буду тетей, да? Вот мне почти 27, и как будто бы мне 20, ну, то есть, это все, конечно, в детстве какие-то строй в вождушные замки, но потом начинаешь жить реально жизнью. По поводу детей, у меня нет детей, и вот Жака пишет, что, типа, чувствуешь это давление со стороны родственников, иногда да. Ну, вы знаете, я их понимаю. Давила бы я на своих детей по поводу детей, не знаю, наверное, старалась бы, нет, но, наверное, тоже мне бы хотелось, знаете, поскорее внуков. Это естественно, ну, то есть, на это давление не нужно прям, знаете, так реагировать, ну, что прям вообще аж. пищать от него не нужно. Ну, просто так, нет детей, да, ну, что, будут когда-нибудь потом. дети, это вообще личное дело каждого, но у нас, знаете, почему как бы на нас давят со стороны родителей, там, общества, в России именно, потому что, ну, вы помните, вот как у вас мама родила, я даю зуб, что лет в 20, до 25, короче, она вас родила, а ее мама родила, ну, то есть, ваша бабушка, вашу маму родила, возможно, вообще в 19, да, или в 18, и женщины раньше, раньше, женщины рожали раньше, чем сейчас, и то, что на вас давят родственники, но они выросли в том мире, когда там, ты уже в 25, была старородящая, а сейчас женщины могут, в принципе, и до 40 рожать, и все нормально, конечно, рекомендуется, да, ну, это понятное дело, чем раньше, тем лучше, но, понимаете, это вот, чем раньше, тем лучше, это с биологической, да, точки зрения, а с другой стороны, если посмотреть, если девочка не готова, да, она рожает здорового, биологически ребенка, и потом губит его психику, там она может, не знаю, начать на него ругаться, бить, отдать бабушке на воспитание, что еще, да все что угодно, ну, то есть, гулять, да, потому что она не нагулялась, поэтому тут, как бы, что лучше, что значит лучше, он родится-то здоровым, но если это ребенок нежеланный, то жизнь его от этого лучше не станет, и психологически его загубят, поэтому лучше делать все в свое время, не слишком, конечно, затягивать, не нужно затягивать до 40, драката, но искать какой-то баланс, а родственникам, ну, не можно попытаться объяснить, а можно ничего не объяснять, просто сказать, мама, пап, подождите, я не такая быстрая, как вы, ну, я не обижаюсь на это давление, честно, а я заметила, еще многие замужние хейтят незамужних, из-за того, что кто-то замужем, ой, ну, слушайте, кто-то кого-то хейтит, ну, не знаю, толстые хейтят худые, худые толстых, ну, допустим, да, любители пива, хейтят любители льна, знаешь, что из этого духа, я такого, честно, не замечала, потому что я никого не хейтю, мне вообще все равно, девочки, нужно понять, и мальчики, да, у каждого своя жизнь, у каждого свой путь, и не нужно нам ни на кого равняться, что, льем, посмотрите на это, честно вам скажу, занимайтесь больше собой, уделяйте себе внимание, что там говорят другие, пофигу вообще, не знаю, но вот у меня, мне кажется, знаете, с возрастом, нужно все-таки вырабатывать броню к общественному мнению, что я имею в виду, допустим, вы идете в метро, и вам какая-нибудь бабушка, а бабушке, допустим, мне часто что-то говорят, знаете, неприятно, типа, ой, пошла слониха, ну, допустим, да, там я ее сумкой задела, какой-нибудь, ну, там, рюкзаком, случайно могла, и вот получила негатив, ну, она слила негатив, понимаете, свой, на вас, вам не нужно, как бы она слила и забыла, поэтому вам не нужно, ну, как бы, слишком уж сильно на это акцентировать, она на вас слила негатив, вы такие, окей, я тебе помогла, хорошо, бабушке стало легче, не нужно, все принимать, на свой счет, потому что, люди очень эгоцентричные, все думают о себе, и нет смысла, думать о том, что все о вас думают, когда там она сказала, я забыла, у нее там свои мысли, поэтому, я, с возраста, что начинаю меньше реагировать на всякие колки замечания, на всякие колки замечания, вот это вот, ну, какую-то, когда люди мне высказывают неудовлетворенность, там, жизнь умной, еще кем-то, ну, как бы, это, это не мое, это вот, ваше, да, то есть, это те мысли человека, о которых он говорит, это его, это не мое, и ко мне это никакого отношения не имеет, вот, поэтому не парьтесь так сильно, как вам сегодня, мое завтрашнее, завтрачное меню, спасибо всем большое, что посмотрели это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм, там я вкладываю реально смешные кружочки, вот такие, вот такие, я обязательно их сюда вставлю, подписывайтесь, будьте со мной на связи, ну и что, все, всем пока, я наелась, съели половину банки сгущенки, больше не могу, не хочу, ну, вы видели, да, нормальная порция, это оставлю на завтра, все, всем пока, пока, я иду, все, я иду, я иду, я иду, Продолжение следует...